Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий. Вместе с вами сегодня я хотел бы порассуждать на такую тему, как похоть. Это слово означает вожделение, страсть, грубое половое влечение. И на слуху у людей бывают такие выражения, как похотливый человек, похотливый взгляд, похотливые мысли. И я хотел бы сразу обратиться к Библии и привести три стиха на эту тему. О том, как Библия трактует это состояние или вожделение человека. И первое будет это послание апостола Якова, первая глава, 14-15 стихи, там стоит следующее. Каждый искушается, увлекаясь и обощаясь собственной похотью. Похоть же, зача, врождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Имеется в виду смерть духовная в начале. Второй стих. Первое послание Явана, вторая глава, 16-м стихом, там стоит следующее. Ибо все, что в мире, двоеточие, похоть лати, похоть отчей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Третий стих. Колоссянам, апостол Павел в 3-й главе, 5-м стихом, пишет следующее. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение. Слово «любостяжание» – это излишняя забота о богатстве и земных благах. И это как раз и есть идолослужение. Похоть. Встречается ли она в жизни у людей? Конечно, да. И это враг душ человеческих. И сам сатана, сам враг, он обольщает людей через похоть, через чрезмерные заботы о своем теле. Просуждайте вы на эту тему. Я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.